коллеги добрый день запускаю наш вебинар нашу вебинару комнату всех немного расскажу что мы сегодня будем делать тайминг у нас один час в него мы должны уместить всю нашу программу вебинара программа вебинара я сейчас выведу на экран что мы сегодня смотрим мы сегодня смотрим тему настройка обработки документ документ оборот 3.0 мы сегодня пойдем по плану вебинар по нашей программе запланированный также в чат пишите вопросы все которые у вас возникают чтобы мы их могли оперативно с вами разобрать если они будут у меня умещаться в план вебинара текущий то я на них буду отвечать сразу если вопросы понимаю что нужно разобрать после или они помещаются в план нашего вебинара то сразу после вебинара а после основной части мы пойдем разберем вопросы из чата начнем наш вебинар так мы презентацию видно я так понимаю мы с вами кратенько разберем документ оборот что это за система скажите пожалуйста вы знакомы с документ оборот может кто-то уже видел презентацию либо используете уже документ оборот может 21 используете напишите в комментариях как у вас сейчас ваше взаимодействие обстоит с документ оборотом и может быть планируете перейти на тройку в ближайшее время чтобы я понимала сделать ли упор на разницу документ оборот 3 версии не 21 то который у нас популярная я сейчас запущу наш программу чтобы мы уже смотрели на нашу живую программу они на презентацию презентация будет потом выслана и так вижу что работаете вижу что планируем переход презентация будет направлена больше наверное мы будем разбирать программе смотреть программе вот сейчас у нас перед нами рабочий стол руководителя общий момент прям кратенько расскажу как выглядит у нас документ оборот тройка чем отличается то есть ну визуально в общем-то похоже на 21 но есть некоторые моменты принципиально отличающиеся делающие версию более удобная эту редакцию здесь у нас все те же виджеты кто-то говорит что это лишняя информация для меня это прям большой прорыв в 1с что мы видим визуально отражение содержание наши нашей системы что визуалы конечно очень рады здесь не только цифры но и цвета квадраты которые мы можем настраивать виджеты то есть мы сюда можем добавить на рабочий стол руководителя и мы видим именно задачи которые поступили которые наши задачи подчиненных то есть руководителю нужно туда идти там глубоко в меню он сразу все видит на рабочем столе то есть это как вот как я называю это письменный стол где вы все сразу видите и уже ни один сотрудник у вас не может сказать что в этом системе не увидел что у меня там пришло какая задача то есть исполнительская дисциплина сразу она повышается сразу на рабочем столе мы видим реестры то есть все это выведены можно сказать пункты меню которые с которым мы работаем которые обычно приходится доставать где-то из блоков наших работы а здесь они сразу на рабочем столе то есть если мы работаем с почтой мы сразу видим автоматически обновляется информация сколько нам писем пришло сотрудник уже не скажет я не видел писем все он видео если это на рабочем столе задача от меня можно задача ко мне можно вывести те виды документов с которым работает конкретный сотрудник то есть ту информацию с чем он работает то и вывести вообще тема настройки визуальной и тема разделения прав она очень такая объемный документ обороте мы ее разобирали на отдельных вебинарах следите за анонсами она тоже будет вот вся работа с документами у нас происходит блоки документы то есть здесь мы создаем здесь мы работаем с документами но сегодня мы на этом останавливаться не будем сегодня мы будем останавливаться на настройках вот а также нам доступны те блоки меню которые та функциональность которая соответствии с настройками ролевой модели нам доступна то есть сейчас мы находимся под руководителем федоровым поэтому нам доступен не весь функционал но визуально я показал как выглядит программа на этом такое вступительное слово закончилось а я сейчас запущу под администратором и уже мы больше технический момент рассмотрим настройка обработки документов я вижу еще там коллеги подключаются если кого-то выбило из системы и я какое-то количество времени не запускаю вас не пугайтесь подождите я периодически просматриваю кто к системе подключается я же тут и администратор этого мероприятия вебинара поэтому не всегда все оперативно вижу если вдруг не запускаю значит обязательно запущу просто не увидел мало ли там интернет у вас отвалится что-то еще так сегодня у нас основная тема настройка обработки документов она глобально отличается у нас от 2.1 документ оборот 2.1 да это я говорю для тех кто переход настройка самих бизнес процессов шаблонов бизнес процессов теперь называется у нас настройка обработки и находится она внутри настройки вида документов то есть если раньше документ обороте 2.1 кто его видел кто использовал это отдельные отдельные механизмы совершенно не связанные с видами документов что вызывало большую путаницу там на определенных этапах мы очень часто сталкиваемся связки видов документов и бизнес процессов в котором мы их запускать то есть когда у вас много шаблонов бизнес процессов и много видов документов в какой-то момент их связка потерялась допустим много видов договоров и какой конкретно бизнес какой конкретно процесс запускать при каждом виде договора бывает очень сложно определить если прошло какое-то время скажите никто не сталкивался с такой проблемой у нас на сопровождении несколько клиентов таких было у которых мы прям расследование проводили какие за документы нам запускать по каким маршрутам вот не знаю может быть у нас только такая особенность настройка обработки в тройке у нас производится настройка бизнес процесса на вкладке настройка обработки то есть это часть настройки вида документа таким образом у нас жесткая связка с видом документа у нас теперь никуда не пойдет ни по тому маршруту нам не нужно теперь догадываться к какому документу у нас маршрут но и есть свои тоже особенности то есть здесь мы понимаем что настраивать нам нужно для каждого вида документа тут уже не получится у нас сделать один нужно настроить один бизнес процесс и его запускать к нескольким видам документов то есть вот эта связка она как бы упал к двух концах с одной стороны при настройке может быть сложнее здесь у нас есть настройки действия которых мы можем на самом деле создать несколько то есть если у вас определенный период в текущий период согласование документа жизненный цикл документа содержит определенные этапы но вы уже знаете что ближайшее время через месяц там через два месяца у вас вступит в силу новый рекламент допустим по согласованию документа и обработка документа поменяется то можно настроить прямо в рабочей базе уже следующую настройку которая начнет действовать с определенного периода мы сейчас с вами смотрим ну такой виртуальный вид документа настроенный то есть это у нас демонстрационная база здесь есть преднастроенные виды документа данный вид документа я настраивала специально для вебинара пустующий вот чтобы мы могли пример на нем посмотреть вот то есть у нас указывается с какого с какой даты с какого момента у нас действует данная обработка мы несколько можем настроить сразу установить период то есть мы протестировали мы уже знаем что будет работать у нас не будет период там какой-то адаптации как обычно одно заканчивает свое действие но вы вступает в силу и все с непривычки и там от того что что-то не дотестировали не доделали там дедлайн дошел пол сырой маршрут допускают здесь можно заранее подготовиться вот откуда у нас появляются вот эти действия действия которые у нас появляются в обработке их можно заранее создать преднастроить конкретно под наши процессы то есть у вас может допустим использоваться такое такое действие как перевести отпускные на карту сотрудника то есть сами разработчики документооборота такое действие навряд ли придумают но она у вас допустим может использоваться для нескольких видов документов для нескольких маршрутов обработки в разных видах документов чтобы его каждый раз не настраивать мы можем их создать и они у нас будут вот здесь доступны для любого вида документов вы будете создавать новую настройку и уже их использовать допустим мы хотим создать скажите мой экран хорошо видно да у нас даже звук есть отлично у нас тут немного обычно мы пишем в чат так вот прям на ярком примере у нас допустим с типом согласования действия и мы создаем согласование для демонстрации то есть мы называем так как нам это удобно и потом мы это можем использовать чтобы наши пользователи понимали что это за действие такое так теперь по-русски если что-то не так пишу если на экране не отражается вы мне пожалуйста сообщайте чтобы я понимаю что я тут не одна удаленка волшебные вещи иногда кажется что совсем один человек так согласование для демонстрации и мы таким легким движением руки мы можем поместить это действие в наш нашу обработку процесса переместить где оно у нас должно быть допустим мы хотим согласование договора брать оставить согласование для демонстрации и у нас таким образом мы можем все действия нашим предсоздать преднастроить назвать так как нужно конкретно нам наш пользователь поймут потом в обработке и далее мы уже можем поработать с правилами обработки правила обработки это то место где мы дальнейшие настройки уже производим то есть мы создали наши действия и нам теперь нужно понять кто эти действия будет выполнять какой срок и каким условиям для того чтобы нам эти настройки осуществить мы включаем и уже далее настраиваем то есть правила правилах обработки документов мы можем установить сроки и условия раскрываем по каждому действию пока у нас галочки вот эти не стоят то есть действие у нас не включено еще в обработку вот для каждого действия мы внутри настраиваем с развернули экран у меня экран большой с таким разрешением которое может быть неудобно вот скажите нормально видно но я так понимаю что нормально ответили но на всякий случай если вдруг черт то пишите так у нас действие наше согласование для демонстрации мы указываем здесь как мы это делали в общем то и в 2 что мелко если есть возможность покрупнее сделать сделать пожалуйста то есть у меня тоже маленький ноутбук как бы мне просто интерфейс знаком поэтому я ответил что мне в целом видно я понимаю что вы делаете может быть если кто-то не хорошо знаком с интерфейсом кажется что да мелко давайте знаете как сделаю я сейчас сделаю паузу демонстрации и переключу экран на другое чтобы нам было видно всем так так много орг момента монитор еще не объезженный поэтому еще пока не знаю как видеть вот видите как важно общаться вебинаре чтобы было чего рассказать показать так новая демонстрация экран на 1 поделиться вот так вот должно быть видно наверное лучше я подозреваю видно экран изменение не замечено так изменение не замечено так но я пришла на более маленький монитор ладно тогда уже будем работать с тем что у нас есть а так итак мы настраиваем действия наше согласование для демонстрации что у нас здесь есть каждый каждый тип действия имеет свои особенности настроек то есть если это согласование так же как и так же как и ранее мы настраиваем порядок срок и условия к которым у нас это действие осуществляется то есть если у нас несколько согласующих то мы добавим нашего какого-нибудь согласующего так же как и обычно мы можем добавлять паролям исполнителей мы можем конкретных пользователей добавлять на самом деле конкретных пользователей мы добавляем редко обычно мы добавляем роли для того чтобы если у вас ротация кадров происходит чтобы не перенастраивать все маршруты а только добавить назначить сотруднику новому прибывшему нужную необходимую роль в маршрутах а сами маршруты не трогать оставлять неизменные это правильная настройка здесь я сделала неправильно сейчас я поменяю у нас есть роли у нас есть остановки такой вопрос извините показывается согласование для демонстрации больше ничего это так и должно быть или вы что-то меняете на экране так у нас наверное всплывающие окна не показывает сейчас подождите потому что да я сейчас настраиваю действие оно у вас не отражается да сейчас делаем так теперь теперь видно теперь видно теперь видно да все это я тип демонстрации неверно выбрала так то есть когда мы подбираем участников важно понимать что если мы подберем конкретного сотрудника то потом нам нужно будет уже в виде документа это все корректировать были всякие разные по желанию заказчиков тоже некоторые говорят ставьте конкретных сотрудников это неправильно нужно именно либо обстановку либо роли так вы избавите себя от значительных проблем допустим у нас согласующий непосредственный руководитель ответственного задумания это у нас обстановка здесь же в этом шаге мы можем добавить другого участника допустим допустим паролям главный бухгалтер и можем назначить порядок именно в этом шаге согласования всем сразу полетит задача либо последовательно один за другим допустим что у нас сразу идет задача один день один день устанавливаем срок и условия условия у нас задаются алгоритм проверки алгоритмы проверки это либо ну то есть вот посмотрим что у нас такое алгоритм проверки алгоритм проверки у нас может быть задан либо на встроенном языке либо в режиме конструктора либо комбинации из других условий вот в режиме конструктора может в принципе создать аналитик либо там иногда бывает ответственный за это опытный администратор системы пользователь какой-то продвинутый в общем то ничего сложного нет на встроенном языке здесь уже нужно поработать программисту но в чем большой плюс что не нужно идти куда-то внутрь системы изменять сам код тот внутренний это все происходит в пользовательском режиме это уникальное такое свойство документа оборота что многие вещи можно делать в пользовательском режиме в том числе и условия алгоритма проверки то есть система проверяет условия если условия проходит положительно то есть истина то у нас данный этап он срабатывает если нет то этот согласующий просто не попадает ну то есть допустим сумма меньше 100 тысяч рублей у нас данный согласующий есть в списке если нет то нет вот условия можно использовать то есть условия создается не для конкретного маршрута обработки не для конкретного вида документа а создается это справочник который может использоваться для любых настроек видов документов то есть вы один раз этот алгоритм проверки занесли и можете в любых видов документов это использовать это очень удобно что не нужно постоянно где-то копировать эти кусочки кода либо условия так теперь мы настроили один шаг согласования и задача у нас летят сразу этим сотрудникам при этом бывает что у нас два сотрудника согласовали два ответственных и после этого должно только на согласование кому-то третьему прийти вот чтобы порядок выполнения такой обеспечить мы можем добавить этап то есть шаг допустим это у нас там согласование руководителями там служб а следующий этап у нас это согласование допустим финансовым директом руководителем компании допустим то есть если внутри первого шага у нас будет кем-то не согласован документ он дальше на следующий этап уже не пойдет он вернется на пересогласование только по этому шагу вот а если мы делаем вот отдельный этап если же у нас так если мы их все вместе добавим то у нас пересогласование будет по всему шагу идти так теперь мы добавили этап нам нужно по нему добавить участника тут мы добавляем генерального директора так директор наверное есть вот такое у нас вот ну и допустим директор и там добавить участника финансовый директор бывает такое что у нас не все договоры нет у нас такой нет роли не все договоры допустим согласовываются именно директором бывает на маленькую сумму согласовывать с каким-то другим сотрудником поэтому здесь можно там допустим поставить другую роль сейчас роль мы в данном базе не найдем просто поставим пользователя тут важно допустим у вас один с другим то есть вы можете какую-то часть согласования сделать в одном порядке другую часть согласования в другом порядке сделать сделать отдельные этапы причем сделать их неограниченное количество выводить условия вот разрешить либо не разрешить вашим пользователям изменять участников этапа когда бывает такое необходимость когда мы разрешаем менять участников этапа определенным пользователям у кого есть на это права у кого еще гибкие процессы и вариативность какая-то должна оставаться то есть на этапе обследования мы это понимаем ну и кого мы кого необходимо ознакомить с результатом согласования здесь мы тоже можем использовать остановку допустим ответственность документ вот также здесь мы настраиваем согласование в режиме замечаний для конкретного действия согласования у нас используется или нет формируется ли виза согласования подписывается ли электронной усиленной подписью автора документа можно установить отложенное начало выполнения настраивается то есть эти все настройки можно настраивать прямо в виде документа вот мы с вами настроили наши действия мы его теперь видим так все тут панели сюда и можем настроить все остальные виды тут я уже сильно останавливаться не буду просто сделала упор на том что как документ обороте 2.1 каждый вид действия он особенный то есть настраиваем то что в соответствии с нашим видом документа нужно видом действия нужно настроить то есть согласование свои реквизиты указываем ну наверное можно чуть более подробно посмотреть на исполнение то есть в чем у нас особенность исполнения не всегда мы понимаем кто у нас исполнитель по документу поэтому в этапе исполнения сначала у нас идет рассмотрение шаг рассмотрения когда мы можем ответственному сотруднику назначить рассмотрение документа и он уже по результату своего по результатам рассмотрения может назначить исполнитель по документу допустим там с каким-то письмом он ознакомился понял что нужно на исполнение отправить 3 задачи и на этап исполнения он уже сам будет назначать либо у нас сразу назначаются исполнители по рассмотрению по исполнению но и можно как вариант обрабатывающего результат назначить это не обязательно то есть если вы понимаете что по вашим процессам обрабатывать результат нет необходимости то его не назначаем также можно здесь же назначить контролера ну это стандартные настройки по виду документов просто документ оборот 3 3 он по-другому немного они выглядят а так все то же самое кого-нибудь там а схемы не используются больше или что используются мы сейчас с вами посмотрим как с ними работать так ну допустим там посмотрение адреса документа исполнения мы к этому подойдем сейчас так какой-нибудь роль не обрабатывающий результат секретарь все у нас схема обработки готова ну настройка наша готова перейдем к схеме вот был вопрос то есть у нас готовы наши действия и у нас есть стандартная схема по этим действиям то есть она у нас сразу сформировалась мы можем ее открыть и если мы хотим изменить ее то изменяем ее вручную вот здесь у нас стандартный функционал который используется у нас в бутмент обороте по работе со схемами я сама лично люблю больше работать со схемами если это какие-то сложные маршруты если маршруты не сложные то я все-таки списком работаю вот тут все правила все одни и те же то есть есть у нас начало есть завершение процесса есть у нас стандартные функции которые мы используем есть у нас вход выход то есть ни одно действие у нас не должно быть без входа и выхода действия могут идти параллельно могут идти последовательно есть у нас условия по действиям есть разделение есть влияние то есть все стандартные функции бизнес-процессов которые мы используем для их настройки они стандартные у нас тоже планируется отдельный большой вебинар именно по настройке схем с таким же практическим примером где мы будем настраивать рассматривать все особенности можно по схеме аналий при переходе от согласования к подписанию то все написали а если согласование закончилось с результатом всегоius 터�ing Да, да, да. То есть здесь условия можно будет добавить, знаете, следующее, допустим, если у вас согласовано, но при этом подписанта у вас может быть там, допустим, если сумма документа до 500 тысяч, там директор, ой, там, финдир, вот 500 директор. Но это же я уже в правилах обработки могу сделать уже внутри. Да, вы можете в правилах обработки, можете здесь, точно так же, как в двойке, то есть насколько вам удобно, что вы больше любите, визуально воспринимать информацию и работать с визуальным инструментом, либо вы списком, допустим, какой-нибудь четырехэтажный процесс с вложенными подпроцессами, ну, как по мне, так проще настраивать схемы, ну, я так лучше понимаю. А здесь уже как вам удобно, так вы, в общем-то, и работаете. Спасибо. Так, далее у нас настраивается режим автозапуска, то есть у нас есть интерактивный запуск и автоматический запуск. Что такое автоматический запуск? То есть по какой-то, какому-то событию в системе, у нас система понимает, что нужно автоматически запускать бизнес-процесс. Это у нас стандартное создание нового документа, изменение документа, регистрация документа, перерегистрация документа, то есть это заложенные уже функции, в каком, какие у нас режимы автозапуска существуют. Так, и посмотрим сейчас еще интерактивный запуск. Интерактивный запуск – это когда система нам окошечко выводит, что пользователь, мы рекомендуем запустить процесс. И пользователь сам нажимает кнопку, чтобы у него процесс был запущен. Либо выбирается ручная регистрация документа. Ручная регистрация – это когда у нас по кнопке мы нажимаем на кнопку «Зарегистрировать» и регистрируется. Тут важно, что понимать. Важно понимать, насколько критично, если там у вас пользователь записывает, допустим, если вы ставите автоматический запуск процесса при создании нового документа, но при этом по вашему процессу документ не регистрируется сразу, то есть там какое-то время, ну, не запускается процесс сразу, то есть какое-то время он лежит в виде черновика, нету, не идет никуда на согласование. Если такой временной лаг есть, то нужно подумать, вам вообще нужен автозапуск или нет. Вот, то есть в любом случае для того, чтобы настраивать автозапуск, автозапуск – это не панацея, надо понимать ваш процесс вообще, вам это надо или нет. Вот, какие-то нестандартные вещи мы делали, тоже автозапуск процесса, когда там по нескольких раз у нас, ну, нестандартные какие-то, какая-то работа с документом происходит. Но, в общем-то, стандартных функций достаточно много, поэтому на 90% внедрения и документы оборота, они все-таки типовые по большей части. Так, условия запуска. Что может быть у нас с условиями запуска? У нас вот есть преднастроенные, опять же, наши алгоритмы проверки, которые мы создаем один раз, и в любом месте, где нам это требуется, мы их можем использовать. То есть, допустим, если у нас документ прочитан текущим пользователям, тогда мы запускаем. Документ там всем согласованным. Так, что у нас тут? Документ больше 100 тысяч. Допустим, система понимает, что больше 100 тысяч запускает на маршрут. Если нет, то, значит, не запускает. Тоже удобно, чтобы понимать, что нам нужно автоматически, что нет. Допустим, если у вас сумма документа большая, и вы понимаете, что вот там 50 миллионов рублей, обработку только вручную запускаете, и у вас система будет это проверять. Также у нас есть проверка выполнения и правила эскалации. Вот то, о чем я говорила, что мы можем создать новую настройку и установить срок действия такой, как нам требуется, как нам нужен. Вот, то есть, наш схема, которую мы сейчас создали, мы ее настроили. Мы прошлись по ее функциям. Она у нас действующая. Мы можем посмотреть срок, период, с которого она действует, и можем создать новую обработку, добрать действия и добавить действия у новой обработки. А как можно одну обработку на основании другой создать? Ну, а если изменения небольшие надо внести в процесс, чтобы все заново не перенастраивать, потому что, как я понимаю, и правила надо будет обработкой копировать? Вот, у нас есть, так, скопировать настройки обработки. Ну, я, честно говоря, не пробовала, не использовала пока вот эту вот обработку нашу встроенную. Вот, можно, ну, то есть, есть инструмент копирования и копирование настроек правил обработки. Сейчас, наверное, я вам не готова показать ее. Вот, но обязательно этот вопрос оставлю на разбор какой-нибудь темы. И его подробно разберу и покажу. Хорошо? Спасибо. Механизм он вот есть. Вот. Так, мы с вами рассмотрели настройка обработки. Что у нас еще здесь есть? То есть, каждое действие у нас получается, оно формирует, завершается с определенным состоянием для документа. То есть, когда у нас проходит этап согласования, документ принимает состояние согласован. Переходя на этап подписания, на следующий шаг, у нас документ не становится несогласованным. То есть, он эти состояния накапливает. Вот. И получается, что в итоге у нас у итогового конечного документа, мы сейчас посмотрим на пример какого-нибудь документа. Вот эти состояния по нашим действиям, по прошедшим, они потом отразятся вот здесь, в состоянии. Мы видим здесь, что у нас не просто там итоговое сейчас состояние документа, на котором он сейчас находится. А у нас полностью вот эти вот все его состояния, которые были, мы на вкладке обработка видим, итоговое состояние. Они у нас отражаются вот тут в реквизитах, накопленных состояниях. И вот эти состояния, вот эти действия и состояния, вот вокруг них происходит такая большая работа. По этим действиям, в том числе, мы можем настроить доступность реквизитов на... Вот я сейчас раскрыла настройки доступности по состоянию. То есть, мы видим наше действие. Вот оно, наше согласование для демонстрации. Состояние, которое может быть на этом этапе у нашего документа и доступность наших реквизитов для пользователей, причем пользователей отдельных круг, именно по этим действиям, по состояниям. Таким образом, когда вы настраиваете действие, вы понимаете, что вы можете, допустим, на этапе согласования открыть для редактирования конкретной группе пользователей реквизиты определенные. Когда документ у нас согласован, все, мы закрываем для группы пользователей, причем в разных состояниях для разных пользователей мы представляем доступность. То есть, вот это более такая тонкая настройка, ее используют не все и используют только в части отдельных каких-то конкретных реквизитов в основном. Но такая настройка, вот она имеет место быть, о ней стоит... Так, слышно меня, да? Должно быть слышно. Да. То есть, у нас те состояния, которые есть, мы еще и здесь вот используем. Так, ну и мы настроили нашу обработку. Я предлагаю создать наш договор и посмотреть теперь визуально, что у нас с ним будет происходить. Как это обработка? Так, я записала, не записала, не помню. А в особой записать. Так, давайте ее дарим пока, чтобы она нам не мешала, так как мы ее не донастроили до конца. Так, теперь мы создадим наш договор. И посмотрим на нашу вкладку обработка. То есть, мы начинку нашу настроили. И теперь уже в самом документе пользователь у нас видит наш маршрут обработки. И видит, как это у нас теперь будет работать. То есть, отражаются у нас уже исполнители наших автоподстановок и наших ролей. Здесь мы уже видим живых наших пользователей. И пользователь, который запускает обработку, автор, он видит, кому реально пойдут задачи. Видит все в разрезе, вот согласование, в разрезе всех подэтапов. Видит, что это отдельные у нас этапы. Видит сроки. Видит красно подсвечено. Если у нас начальник производственного цеха у нас не назначен, исполнитель этой роли, то наш пользователь этот видит. Здесь у нас ручной запуск. Установлен. Вот наши задачи пошли. Вот мы видим, что мы настраивали сразу параллельно запуск задач на первом шаге. Вот они параллельно пошли. А следующий пользователь у нас, соответственно, задач не получил. Вот мы под администратором выполним данные задачи. Вернемся в нашу карточку документа. И мы видим, что первый этап согласования у нас прошел. И начался новый этап согласования. При этом у нас здесь последовательно пошли задачи. Допустим, пользователь у нас не согласовал, но указал какой-то комментарий. у нас прошло так вот тут обращу внимание у нас получается что исполнитель один и тот же и поэтому у нас система вытеснила одного и того же сотрудника из этапа не предусмотрела я этот момент есть механизм в документообороте в третьем чтобы у нас не было лишних лишней кнопки пользователь не нажимал у нас смотря на вытеснение то есть мы можем настроить таким образом чтобы у нас пользователи но если он несколько раз участвует согласование не получал повторных задач так ознакомиться и допустим мы хотим повторить наше согласование здесь мы выбираем и мы можем либо полностью все это повторить либо кого-то исключить из этого списка или добавить для повторного согласования вот мы выбрали повторное согласование полностью повторить и у нас дальше пошло задача сейчас я уже успешно выполнил задачу чтобы процесс мы с вами завершили потому что у нас тут время наш подходит завершение про документооборот можно говорить мне кажется вечно я тогда прогоню быстро нашим все этапы еще раз согласованы теперь у нас и мы сейчас посмотрим что у нас происходит после этого согласования как нас на исполнение вот то есть пользователь в обработке процессы и задач пользователю недоступны только определенным пользователям кому мы даем права смотреть процессы и задачи либо какие-то корректировки для администратора чтобы был доступ для администраторов эти права выдаются у вас все пользователи вот эту ссылку не видят зато пользователи видят вот эту ссылку вот дальше у нас с вами уходит на подписание это у нас уже обычный порядок то есть вот мы видим что у нас согласование как только успешно закончилось тогда уже сразу автоматом перешло на следующий этап подписания это вот вопрос который про условия был так эти действия мы тоже пройдем визуально задача у нас выглядит по-другому то есть если там у нас мы отжимали кнопку согласованы здесь мы отжимаем кнопку подписан так как это задача у нас другого типа при этом есть документ обороте возможность настроить автоматическое назначение прав то есть если так да это начало действия у нас не заполнено если у вас сотрудник не имеет доступ к документу по соответствии с ролевой моделью настройками прав но ему пришла задача соответственно что начинается начинается откройте мне права как же их открыть и техподдержка с ума с огромным количеством запросов на открытие прав и начинается разбор многослойной ролевой модели момента оборота вот чтобы этого не происходило чтобы сократить время работы техподдержки есть инструмента так сейчас документ конфликт произошел происходит автоматическое назначение прав то есть если к вам задача пришла если есть какое-то связанное действие передача документа то у нас автоматически назначаются права и пользователь может выполнить свою задачу и ознакомиться с документом то тоже был опыт клиент внедрил систему год назад использует ее и оказалось что у нас сотрудники которые согласовывали документы они их не видят то есть они отжимали кнопку согласовано на основании того что они шли друг с другом разговаривали брали бумажные документы посмотрели и отжимали кнопку согласовано к самому документы доступа у них не было очень вот бывает так вот интересно так последняя у нас задача так так и она выполнена все так у нас тут еще проверка исполнение проверку исполнение секретарем все документ у нас исполнен здесь мы видим все его состояния вот причем вот причем мы видим в листе согласования итоги нашего согласования так и есть у нас вариант вариант листа согласования с историей где мы видим те итерации когда у нас документ был не согласован и все комментарии по этой операции вот а также мы с вами не посмотрели как как нас прервать документ так у нас с вами остается пять минут но я постараюсь успеть так ну то есть я проделываю все то же самое я запускаю документ в обработку и у нас здесь появляются кнопочки можем приостановить обработку и прервать данные действия они доступны не всем они доступны автору документа руководителю и тем сотрудникам которые у вас назначены на роль которая дает ну про любой модели доступны эти действия то есть останавливать и прервать процессы здесь у нас тоже есть пункты меню которыми мы можем пользоваться смотреть то есть вот для любителей схем мы всегда можем посмотреть на схеме это мой любимый инструмент мне это очень нравится что визуально можно всегда посмотреть мы можем перезаполнить действия смотреть ход обработки то есть что у нас сейчас произошло с документом вот и сейчас установим наш документ посмотрим как это выглядит наш процесс все он у нас остановился но мы его можем дальше продолжить в любой момент времени если мы прерываем обработку то у нас вся информация помещена не стоя в историю и дальше уже продолжить мы этот процесс не сможем то есть чем отличается приостановка и прерывание прервали все нам только заново запускать на по маршруту обработку документа если мы приостановили значит мы можем спустя какое-то время продолжить наше согласование и все визы которые получены они у нас останутся сейчас мы прервем обработку и изменения наше там необратимы все то есть никакие наши согласования они не сохранились так что мы еще здесь можем сделать все наверное все сказал обработки все процессы и задачи если есть доступ тоже можно еще зайти мы видим здесь что у нас обработка прервана так ну в общем и целом по программе мы наши завершили время у нас подходит к завершению чат сейчас проверю кстати участник не смотрел там у нас какой-то участник антрис старалась всех запускать но если кому-то пришлось ждать то извините запись у нас будет запись мы направим так вопросиков я в чате не вижу мы в общем-то разобрали сразу голосом сегодня хочу поблагодарить вас за активное участие мы так нестандартно сегодня общались голосом обычно в чате общаемся сегодня прям вышел очень интерактивно хороших вам внедрений хорошего вам дня спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...